итак друзья всем привет на дворе средина ноября и мы продолжаем отделку большого частного дома моих руках дизайн-проект 133 рабочих листа ровно столько заняло место у дизайнера чтобы довести четкую и полезную информацию в этом проекте и сегодня мы хотим вам такой показать промежуточный этап среди на работы что мы выполняем вообще по данному частному дому поехали итак данный момент мы находимся на втором этаже это у нас такая открытая лоджия будет где мы уже залили стяжку с разуклоном и поскольку вы на стали у нас холода мы здесь работ решили пока прекратить до весны вот либо же подождать поднятие температуры на улице суточной средней для того чтобы продолжить здесь работы и начать укладывать плитку а пока погода нам этого не позволяет сделать мы переместимся во внутрь нашего частного дома итак друзья мы попадаем с улицы сразу нашу большую прихожую вот за моей спиной очень большая широкая дверь вот и сразу хочу оговориться как только мы начинаем делать ремонт всегда занимаемся первоначально упаковкой любых вещей будто у нас двери входные окна и в промежутках этап работ иногда бывает застилаем уже полы потому что бывает так что полы делаем в первую очередь и только потом занимаясь отделкой стен да это влечет за собой небольшую троту денег в плане докупки дополнительных материалов для того чтобы укрыть и сохранить наш допустим пол в первозданном виде но поверьте это стоит того чтобы потратить этих пару копеек и сделать защиту своего напольного покрытия итак друзья как я уже и говорил что это у нас будет такой небольшой промежуточный этап в работе в работах по этому дому вот и сейчас я начну с самого начала что мы здесь сделали изначально как мы пришли сюда на проект уже было здесь свой сантехник наш скан так знакомый который сделал уже всю разводку по черновой сантехники и был у нас разведен уже весь теплый пол уложены контура вот мы приступили с стяжки по всему дому мы залили в два этапа черновую стяжку и дальше после того как она подсохла мы начали оштукатуривать стены и потолки вот уже собран металлический каркас потолки кстати здесь у нас не простые будут они хоть и одноуровне но они сложные поскольку в них будут у нас ниши под скрытые карнизы вот на проекте сейчас мы вам покажем это такие г-образные будут линии в который будет вставляться у нас наши светильники кстати пошли пока не забыли отснимем этот г-образную итак сейчас мы находимся в прихожей и вот видим по проекту у нас прихожей вот такая вот по периметру идет ниша в которой будут у нас вставляться наши светильники ниши шириной у нас 100 миллиметров вот по периметру и вот так вот в нескольких у нас комнат начиная от спальни в ванной комнаты и коридора везде есть у нас вот такие вот ниши под светильники и так как я уже говорил по проекту у нас по периметру идет ниша вот здесь нас уже видим собран каркас и по периметру пустота у нас это у нас будет ниша под наши светильники кстати ниши мы делаем способом фрезеровки я вам покажу уже в этом варианте как это выглядит итак друзья я сразу в прихожей у нас имеется гостевой санузел и дверь в котельную вот я сейчас немножко расскажу про гостевой санузел можно практически все работы здесь завершили вот уложили плитку здесь она у нас двух цветов 1 идет крупноформатная кстати керамогранит 1 идет белая и другая у нас черная вот и как я уже говорил все наши работы нужно защищать одна из самых проблемных моментов после укладки плитки это защитить наружные углы так как они часто бывает так что если их не защитить то ненароком не специально мастер может идти нести что-то не знаю там стремяночку еще что-то и зацепить этот угол который очень легко сколится и дабы потом не переделать кучу работы на самом деле сложный то лучше сразу такие моменты защитить чтобы был у вас все хорошо в ремонте итак облицовочная работа уже все у нас здесь завершены осталось только вот эта вот стенка но мы ее пока не трогаем по той простой причине что здесь у нас будет дверь скрытого монтажа вот соответственно откосы мы сможем сделать только тогда когда установим эту дверь а саму дверь мы сможем поставить только после того как уложим нашу доску и вот конкретно тогда нам понадобится материал чтобы застелить наше напольное покрытие для защиты вот двигаемся дальше у нас это у нас котельная котельная тире так стоит так это у нас котельная тире электро щитовая здесь располагается у нас все электро и сантехнические здесь нас располагается все электрические щитки и все элементы по нашей сантехники такие как котел фильтра различные и так далее котел у нас 31 киловатт питает весь наш дом из этой стороны у нас установлены гребенки фильтра грубой очистки вот короче все все что касается к сантехники насосы все у нас в этом помещении здесь у нас четыре щита от фирмы хагер вот пластиковые мы их очень часто используем своих ремонтах два слабо точных и два щитка где у нас расположены все наши группы автомат может эти поснять вот они красиво посвечиваться и показывает напряжение и у нас есть здесь отдельная дверь в котельную откуда можно зайти сразу с улицы то есть не из дома а еще конкретно черный ход у нас улице в котель дальше мы передвигаемся и попадаем в отдельную просторную гардеробную всегда очень круто когда дизайнер либо сами заказчики продумывать так чтобы в доме было у нас гардеробная и так гардеробная которая граничит у нас с родительской спальней вот на самом деле очень клёво и спальня сразу шел в шикарную гардеробную и переоделся делся и спокойно можно будет выйти через допустим тоже котельную либо же через главный ход спальни у родителей спальня у нас есть отдельная ванная комната ешь вот отдельно ванна комната который тоже уже мы закончили облицовочной работы по плитке и что будет примечательно в этой ванной комнате то что здесь будет отдельно стоящие ванны и своя душевая то есть захотел обычно женщина любит пополоскаться в ванной принять полежать для дома у нас будет отдельная стоячая ванная а мужчина обычно в большом ритме быстром ритме жизненным живут соответственно им нужно экономить время они будут принимать скорее всего душевую вот как я говорил об источной работы мы уже здесь завершили вот здесь все коммуникации у нас зашиты инсталляции две одна будет у нас под унитаз обычный другая под биде полноценная и как я уже говорил все наши наружные углы мы защищаем в данном случае плотный картон и малярная лента либо скотч да не со временем немножко отклеиваются если длительный ремонт но все равно все это держится и защищает очень качественную трудную работу здесь у нас будет длинная столешница на которой будет стоять накладная раковина и вот видим от самой столешница до самого потолка осталась у нас ниша для зеркала который будет вклеиваться в стену очень хорошее решение кстати мне он очень нравится итак спальню нас покорно ждет отдыхает наша чердачная лестница мы будем устанавливать на втором этаже выход на чердак и отслеживать информацию для вас специально я сниму и для своих мастеров видео как правильно установить чердачную лестницу и что для этого нам нужно следить за информацией будет скоро на нашем youtube канале а мы пока передвигаемся в нашу шикарнейшую гостиную итак за моей спиной у нас был главный вход вот там вот в этой арке планировалось у нас поставится большая раздвижная дверь но в процессе ремонта идея поменялась и у нас останется этот проем открытым мы просто красиво штукатурим и положим декоративное покрытие вот кстати тот момент когда я вам говорил про подвесные потолки кстати ниши мы делаем способом фрезеровки я вам покажу уже в готовом варианте как это выглядит я вам подобрал такую небольшую заготовочку как вообще это делается делать это из гипсокартона вот с помощью специального инструмента фрезера и фрезы который выбирает паспорт 90 градусов выбирается материал и потом вся вот эта вот конструкция вот так вот у нас складывается и смотрите у нас получается вот такой вот четкий острый уголочек что нам это дает во-первых качество работы она у нас на выходе на финише получается премиальное вот во вторых мы экономим кучу материалов таких как ленты шпаклевки различные и металлокаркас почему потому что когда от фрезерона вот эту вот конструкция дополнительный материал не нужно делать то есть уже не нужно клеить на наружный угол у нас ленту уже не нужно его отшпаклевывать уже не нужно оттягивать эту ленту с помощью шпаклевки тем самым экономим кучу времени и кучу материалов а по качеству работ мы только выиграем и так сейчас мы находимся в кухне вот за моей спиной будет располагаться большая кухня с отдельным островом и кучей бытовой техники и буквально сегодня мы закупили сухой брус сечением 10 на 10 длиной полтора метра вот у нас здесь и 5 палок это у нас будут такие большие закладные под люстру на потолке поскольку люстра у нас будет свисать с высоты 6 метров и будет она очень большая для этого нужно прочное основание вот выбрали мы сухой материал почему кстати сухой потому что к нему же будет у нас крепится и наш потолок из гипсокатона частично вот соответственно площадь должна быть ровная и прямая дальше мы передвигаемся в большую гостиную она у нас реально очень огромные вот и как я уже говорил от пола до потолка основного второго света будет у нас 6 метров на самом деле создает это нам очень большие трудности в работе поскольку нужно постоянно гордить вот такие вот конструкции леса вот это неудобно их надо всячески постоянно переставлять вот создает короче небольшие трудности тем самым замедляет весь процесс работ все вот эти вот вещи мы оштукатурили откосы тоже мы все переделали оштукатуривали вот уже штукатурный этап у нас закончился мы двигаемся в этапе малярных работ вот и на этапе малярных работ на примере вот этой колонны расскажу что мы сделали уже наложен у нас черновой слой шпаклевки и наружные углы чтобы они были вот такие вот остренькие мы заармировали их лентой перфорированной лентой и уже поверху стянули в один слой пока финишной шпаклевки вот наша лестница тоже небольшая боль так сказать потому что все вот эти вот конструкции были отлиты неровно вот пришлось их немножко переделывать все мы это дело отштукатуривали в плоскости с колоннами с торцов мы наклеивали куски гипсокартона дабы ускорить процесс работы и улучшить качество его по финишу сколько гипса у нас уже заведомо ровная плоскость лестница на второй этаж которому мы перейдем чуть чуть попозже и так также в гостиной у нас установлен камин вот ребята уже его каминчики поставили сверху над камином у нас предполагается ниша где будет у нас телевизор изначально тоже есть расхождение с первоначальным проектом так как у нас будет здесь собираться конструкция вокруг камина до самого верха потолка из гипсокартона и облицовываться натуральным камнем все это в конце мы вам покажем итак друзья это был лишь промежуточный этап в нашей работе по частному дому часть будет 1 1 этаж и в дальнейшем чтобы не растягивать видео слишком большим вот следите за информацией мы с ними для вас обязательно вторую часть помежуточных работ где будут уже сложные гипсокартонные конструкции уже будут собраны все потолки мы расскажем как мы подготавливаем стены под покраску расскажем про санузлы второго этажа а их у нас там три вот с отдельными столешницами из плитки будет очень интересно так что надеюсь вам понравилось данное видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и всем до новых встреч пока бляха забыл если кому-то интересно в отдельности какой-то из этапов работ не знаю там будь то штукатурной работы и вы хотите на эту тему порассуждать пишите мне в комментариях и мы обязательно отснимем на эту тему для вас ролик и расскажем как и что мы здесь делаем ну либо же если какие-то еще тоже не стесняемся и пишем профессионально понимаешь сперва дубля могу снимать а